Здравствуйте, я Лилия Игликова. Говорим сегодня о новой духовной столице тюркского мира, Туркестане. Гость в студии зоны КАЗ сегодня, экс-министр сельского хозяйства, вице-премьер Аким Кустанайской области, посол Казахстана в Турции Балташ Турсумбаев. Балташ Молдобаевич, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. 87 миллиардов тенге стоил новый комплекс Кироян-Царай в Туркестане. Сейчас вышла новая информация о том, что комплексный план социально-экономического развития Туркестанской области на 2021-2025 годы включает 142 мероприятия и на его реализацию в целом потребуется 3,6 триллиона тенге. По вашему мнению, насколько оправданы такие вложения в Туркестанскую область? Во-первых, хочу кратко ответить на тот вопрос, то, что вы назвали столицей тюркского мира. Строится столица тюркского мира. Вообще, это звучит очень хорошо. Столицей тюркского мира очень много уже есть. Не надо отходить от Стамбула, имеющей тысячелетнюю историю. Не надо уходить от Самарканда, не надо уходить от Бухаре. Но столицей называют внутри Казахстана наши мастера. Чтобы столицей назвать, надо этому соответствовать. А будет соответствовать тогда город Туркестан, когда станет привлекательным, когда туристы потекут, верующие в ислам, любопытствующие о развитии тюркского мира. И когда поток туристов будет увеличиваться с каждым днем, а не то, что объявили, построили аэропорт всего-навсего 172 километра от Чимкента. И туда сейчас насильно, субсидируя, загоняет авиакомпании, чтобы они полупустые туда летали. Это вот по той части то, что вы назвали столицей. Мне приятно, конечно, слышать, ушам моим приятно слышать, что это будет столицей. Но, увы, если вот такими темпами будут строить, вот так будут развивать, без расчета, без генерального плана, без мнения общественности, без мнения градостроителей, без мнения архитекторов, конечно, он будет безликий, картонный город, где будет большинство туристов, один раз посетив, будут смеяться, и второй раз глазникам это не там. Теперь насчет караван-сарая. Да, в мире караван-сараев очень много. Караван-сарай надо строить таким образом, чтобы он звал за тысячи, за две тысячи километров туристов, в первую очередь туристов. Теперь объявляет суммы, миллиарды. Куда эти миллиарды идут, опять никто не знает. Там господин Шукеев, я как бывший чиновник могу сказать, что и по телефону, по личной встрече с Назарбаевым согласовывает и потом делает, что хочет. Никто не знает, чего они хотят, какую концепцию имеет этот караван-сарай, когда окончательно будет построено. Надо же знать, общественность должен же знать, а так никто не знает. Господин Шукеев, он в этом вопросе, ну очень опытный человек. Составлять схемы, отмывать схемы, половину сюда, половину налево, одну треть вложить и закопать в землю или построить там картонные стены. Вот сейчас этот караван-сарай, блогер один там покритиковал, и он показал трещины прямо на стенах этого караван-сарая, который построили. Вот трещины. Вот она построена с пенопласта. Она ни к чему не годна. И он уже в соцсеть Шукеев выдает, что мы его разыщем, мы его накажем, мы его найдем. Пусть лучше с пенопласта не строит. Пусть он советуется со строителями. Такой город, как Туркестан, должен быть построен с кирпича, с мрамора, с гранита, а не то, что с этого китайского аликвабон, китайское стекло, которое через пять лет, он становится матовым, безликим, и ничего не будет видно ни снаружи, ни снутри. Это мы видели, это мы проходили, этот опыт есть в Астане. Вон Астану построили. Да, там в Астане есть здание хорошее очень. Ну а кто может оспаривать? Я что ли могу спорить, что плохо построено театр, опера и балет в Астане? Ну это классика. Заглядение и внутри, и снаружи. Ну а остальные здания посмотрите, что там творится. Маленький ветерок, а аликабон улетает, уже пешеходам там опасно ходить по Астане. Или же этот ЛРТ, памятник коррупции, памятник безхозяйственности, памятник построен коррупционерам. Сколько там этих столбов торчат, вот, и столько кланов, и столько коррупционеров, которые разворовывают бюджет, страну, все разворовывают подряд. И под землей, и на земле. Вот это памятник. Это настоящий памятник коррупционерам, безразличным людям, которые никакого отношения не имеют к развитию страны. Вот так же, если Туркестан будет построена, без расчета, салфетку возьмут, сядут с Эльбаса и Шукеев за стол, и в салфетке нарисуют караван-сарай или еще другие, конечно, он через 10 лет будет падать просто так, как этот усталый бык. Поэтому, если не подключит общественность, если специалистов не подключит, если генплан не будет пересмотрен, и это не будет построено в восточном стиле, то никаких туристов стекло и алюкабон приглашать не сможет. Ну, посмотрит один раз, ну, алюкабон стекло. Везде алюкабон и стекло. Почему там этот алипнут в те города, где построены 10 веков тому назад? Рим, Стамбул, ну, Москву можно причислить к этому. Париж, Берлин сейчас строит, не торопятся немцы. Денег у них триллионы твердой валюте достаточно, отстроить его, но они не торопятся. Они строят фундаментально, капитально, двигаются, сносят, строят, сносят, строят. Я Берлин посмотрел. Через лет 20 этот Берлин будет одним из первых городов Европы, как Париж, Лондон, Берлин. Его так будем называть. А у нас что? Астана, Туркестан, китайский алюкабон, китайское стекло. Давайте поэтому поговорим сначала о статусе города Туркестан. 31 марта этого года состоялся неформальный саммит Совета сотрудничества тюркоязычных государств на тему Туркестан – духовная столица тюркского мира. Но вот вопрос, сделал ли этот саммит Туркестан реальной столицей тюркского мира? Какие есть у Туркестана конкуренты? Вы сказали о необходимости развития туризма, но разве только туризм – показатель, который нужно поднять в Туркестане для того, чтобы он стал реальной столицей тюркского мира? Ну давайте мы это сравним. В Мекка не одни туристы едут. Туристов там меньше. А вот верующих в ислам, преклоняющих к Абе, там 70-80%. А в Туркестане надо говорить вообще правде в глаза. Такого преклонения в ислам верующих людей не будет, потому что рядом Самарканд, рядом Бухара. Я посмотрел этот саммит, в онлайн-режиме же она прошла. Да. С улыбкой сидел этот узбекский президент, нахмуренный там сидел этот таджикский президент, ну и тому подобное. По лицам можно было видеть. Все участники саммита промолчали. Да. Духовной столицей, ну в уважении, в знак уважения Казахстану, стране, они промолчали, кивнули головой. Но это не говорится о том, что он стал уже столицей тюркского мира. С учетом открытия туристического комплекса ожидается увеличение туристов до 1 миллиона человек. Эта информация прошла сразу после открытия Керуян-сарая. При этом Туркестан и Караван-сарай должны посетить более 200 тысяч человек в год, с постепенным увеличением до 300 тысяч человек. А результатом планова строительства в Туркестанской области должно стать увеличение количества туристов до 2,5 миллиона человек к 2025 году. По вашему мнению, вот такие планы реальны? Они были бы реальны. Давайте мы вот от тех триллионов, которые они планируют вложить, будем отталкиваться. Если от этих цифр отталкиваться, то, что вы назвали 2,5 триллиона, да? В общей сложности с увеличением ее до 4, конечно, это я не придумал. Мнение людей теперь в соцсетях. То, что пишут и специалисты, и историки, и ученые, то они говорят о том, что лично у Назарбаева 200 миллиардов в состоянии. Теперь еще 200 миллиардов у остальных членов семьи и приближенных, состоящих в учете в кормушке вокруг одной семьи и его родственников, еще 200 миллиардов. И говорят, будут они вкладывать его в развитие Туркестана и сделают его вот вторым Мекка. 400 миллиардов твердой валюты, это да, солидно, будет хорошо выглядеть. Но я бы рекомендовал бы, может быть, надо вынести 100 миллиардов долларов в протяжении нескольких лет, а остальные, остальные 300 миллиардов надо вложить в развитие области. Если Туркестанская область будет развита, будет производить сельхозпродукцию, будут его перерабатывать, и на стол будут подавать туристам свежие овощи, свежие фрукты, свежее питание, парное мясо, конечно, туристов будут привлекать. Если турист почувствует, что там питание за неделю уменьшилось, его бюджет, то есть не израсходовал от своего личного семейного бюджета два раза, он будет приезжать каждый год. А если это будет стоить так же, как и в Астане, так же, как и в Алма-Ате, то, конечно, один раз посетят, другой раз стороной будут обходить. Потому что у каждого человека, труженика, есть семейный бюджет. Этот семейный бюджет может позволить поехать посмотреть Туркестан, посетить, отдохнуть, и увеличить свой культурный, исторический багаж. Вот для этого, возможно, поедут. Но этого не случится, потому что мы знаем Шукеева. Шукеев – это очень приближенный человек Назарбаева. Какая связь есть? Народ знает уже. Потому что это единственный господин Шукеев, великий Шукеев, Кустанайской области – он Аким, в Астане, в столице – Аким, в Чемкенте – он Аким, в Туркестане – он Аким, дважды вице-премьер, два-три раза министр сельского хозяйства, хотя сельскому хозяйству никакого отношения он не имеет. Никакого отношения не имеет. Нигде не показал в сельском хозяйстве, нигде вот так не выступил, не сказал. Мы вот разрабатываем вот такой-то план, программу для развития сельского хозяйства. А они его там с своим родственником Маматбековым объявили. Мы, говорит, закупили племенных телок мясной породы. Мы с вами делали интервью. Закупили. Теперь, говорит, уже через год будем поставлять мраморное мясо в Российскую Федерацию. И что они сделали? Две машины, ну, штук 20 тушек, забили вручную, отправили, и там никто не купил, и этот разговор прекратился. Они вот этот доклад сделали Назарбаеву, что, ну, Руслан Амешевич, 60-70 тысяч тонн со следующего года мы будем поставлять в этот, в Российскую Федерацию для начала. Где это мраморное мясо? Болташ Молдобавич, давайте вернемся к нашей теме. О каком развитии сельского хозяйства в Туркестанской области может идти речь, если это район, всем известно, засушливый, вода в нем на вес золота, и расходуется, может быть, я не права, тогда поправьте меня, расходуется неразумно. Но если изучить мировой опыт, имеющий среднюю температуру, как в Туркестане, то там используется капельное орошение, используется кронное орошение, а не то, что рыть орки, потом делать водохранилище, как вот этот стол, в середине глубина всего на всего 2 метра, вы налейте в воду большой тазик, объем воды, и столько же налейте в ведро, и посмотрите через сутки, тазик ваш будет сухой, а ведро будет на 30% уменьшиться. Так и там, они просто поливают почву верхний слой 10 сантиметров, испаряется никакую пользу, не принося. Потом в Туркестане температура высокая, пары образовываются, этот корневищный слой верхний горит, листья верхних горят у растительности, о ком можно развить и говорить сельского хозяйства. А вы посмотрите, это ноу-хау, наверное, по-шукеевски, уже коров кормит бумагой, картонкой. Картонку режут, кидают в кормушку, и говорят, мы спасаем коров. Вот к чему мы пришли с этим ноу-хау шукеевским. Ну надо же смотреть, неужели 19 миллионов никто там не способен? Где наши парни? Где наши эти балашаховцы нормальные? Балашаховцы там есть разные. Ну надо же назначить туда такого человека, который знал и болел душой, чтобы он мог показать хоть в одной отрасли, а не картонный караван-сарай строить. И потом он где-то, наверное, посмотрел кинофильм, ну это можно же каналы строить в этом Амстердаме. А он начал там возле караван-сараев строить эти каналы водные. Вот будете отдыхать, будете тут чуть ли не купаться. Это Амстердам может позволить себе. Потому что там другой климат. Там осадка выпадает 800 миллиметров, а тут выпадает 150 миллиметров в год всего на все. В сфере промышленности запланировано 26 мероприятий, в том числе строительство нового нефтеперерабатывающего залода. Вопрос для чего, когда в Казахстане уже есть три нефтеперерабатывающего завода, которые не заполнены, не загружены на полную мощность? Я бы им рекомендовал бы, не нефтеперегонные заводы надо строить, надо развивать сельское хозяйство. Вот если хотят они уменьшить расход воды на один квадратный метр, то надо заняться капельным орошением. Это капельное орошение, но небольшой завод надо построить для выпуска деталей, труб, других вещей, и она потом будет распространяться по всему Казахстану. Вот с юга надо начинать, потому что воды через 10 лет, да уже в этом году не хватает, потому что скот дохнет, люди пьют грязную воду, в сельские местности еще не полностью проведены водопроводы, даже в Центральном Казахстане, в Северном Казахстане, поэтому надо начинать с того, чтобы он пользу приносил. Нефтеперегонных заводов у нас достаточно, если там закроет Атрауский нефтеперегонный завод, вынесут его в другое место, столица нефти это Атрау, пусть построит современный завод, пусть построит несколько заводов нефтехимии в Атрау, ну что с химией, с нефти, лезьте туда в эту Туркестанскую область. Не надо, не надо, еще раз не надо, потому что это мое мнение, может быть в некоторых вопросах что-то я не договариваю, а вот по-крупному они не могут отрицать. Давайте вернемся еще раз к цифрам. 3,6 триллиона тенге будет вложено в Туркестанскую область по плану Министерства нациоэкономики, из них 2,7 это частные инвестиции. Вы уже сказали немного о том, что за частные инвестиции направляются в Туркестанскую область, но вопрос, почему все-таки не в реальную экономику, а вот в Туркестанскую область под сомнительные проекты, когда непонятно, станет ли он центром туризма или нет. Когда он еще работал президентом, переносили столицу, в парламенте выступая, Назарваев говорил, что ни одной копейки мы не возьмем с бюджета. И инвесторы нам построят столицу. Я этих инвесторов знаю, буду их приглашать, они будут вкладывать свои деньги. И что? Вложили что ли? С бюджета построили. Поэтому пострадал Казахстан. Столицу построили, а производство не развивали. Все закрыто. Переработки нету. Собственного производства нету. Мы же живем как? Одним днем торгуем сырьем. Нефть, газ, черный металл, цветные металлы. Вот. Одним пальцем можно перечислить. А сами ничего не производим. Хотя бы для внутреннего потребления производили бы. Ну ладно. Теперь на эти триллионы перейдем. Посмотрите. 3,6 триллиона. Еще раз повторюсь. Состояние Назарбаева 200 миллиардов. Это я не знаю, не считал. Я не финансист, не бухгалтер его. Но пресса полностью пишет. И зарубежные, и внутренние. И ребенок, который школу закончил, и то назовет у дяди Назарбаева 200 миллиардов долларов состояние. И его семьи остальных. И приближенных, которые питаются через кормушку. Вот этот бюджет высасывают. Подземные богатства, надземные богатства. У них состояние 200 миллиардов. 400 миллиардов. Это огромное состояние. Зачем его держать за рубежом? Зачем подпитывать зарубежные банки? Зачем трассу открывать в Европу? Денежный поток, трасса целая, трасса идет. Пытались они Гонконг, пытались они в Китай. А что теперь делается с Гонконгом? Просело все фондовые рынки Китая. От Китая зависящие пусть посмотрят. Зачем эти деньги там держать? Лучше пусть. Пригонят эти деньги. Ну, через банк. Гоняет их. И вложат в развитие, в производство. Я говорил же. Вот, завод. Небольшой завод по производству деталей и труб мелких для капельного орошения. Теперь, завод по производству ветряных электростанций. Очень просто можно сделать. Завод по производству солнечных батарей. Пусть не такие уж большие будут. Ну, небольшие. Солнечные батареи пусть выпускают. Во всех городах пусть поставят. И население будет покупать. Будут греть воду. Будут использовать электричество. Электричество. Теперь, нефтехимия. Ну, неограниченные возможности у нас нефть есть. Тем более, туда специалисты говорят использовать тяжелый нефть. У нас тяжелой нефти хватает. Нефти у нас достаточно. Пусть производят нефтехимию. Ну, нет уже у нас порошка для того, чтобы стирать белье. Нет уже у нас моющих средств мыть пол, посуду там, другие вещи. Пожалуйста, делайте. Притащите, пригоните эти деньги. Будьте хозяевами. Пусть будет этот назарбаевская семья, и он сам хозяин этих заводов, вновь построенных. Пусть назовут его инвестиции. Там найдут араба, шейка какого-нибудь в тюбетейке. И скажут, вот, пригнал эти деньги. Можно ли, по вашему мнению, назвать Туркестан, то, что сейчас происходит, показателем кризиса власти, когда неразумно расходуются ресурсы страны, когда неразумно вкладываются деньги, и причины внутренних вложений тоже вы объяснили, это небезопасность хранить где-то за рубежом. И в то же время люди в той же Туркестанской области приводят своих голодных коров к Акиматам, чтобы показать, что вот, нам нечем кормить домашний скот, нам нужно как-то выживать. Ну, видите ли, как при диктаторском авторитарном режиме первую очередь удобство делают для диктаторов. Иначе по-другому не назовешь аэропорт в Туркестане построенный. Вместо аэропорта Туркестана Чимкент. Вот есть же Чимкент. Миллионник. Этот аэропорт подремонтировать, достроить, подстроить его. И оттуда 172 километра, сделай хорошую дорогу. Дорогу можно за лето сделать. И можно туристов возить, пустить автобусы экспресс. График сделать. Можно возить. Ну, аэропорт попозже. А почему аэропорт построили? Как это так? Ирдуган куда прилетит? Чемкент, что ли? Он же должен в Туркестан прилететь. Что он в 172 километра будет сидеть в машине, смотреть степь выгорающей? А что? Назарбаев, что ли, прилетит в Чемкент, а потом на машине, эскорт, и поедет в 172 километра в Туркестан? Нет, нельзя так. Вот так они решили. И вот таким образом построили аэропорт, куда не залетают никакие международные рейсы. Но ведь паломники всегда должны видеть уважительное отношение к памятникам. А строительство развлекательного комплекса, мне кажется, это показатель для чего-то другого. Ну, Лиля, одним махом, один раз в интервью мы с тобой все не сможем сказать. Конечно, если это обсуждалось бы с учеными, историки должны участвовать. И основа этого города должен закладываться каким образом? Не надо было вокруг мавзолея Ахмед Ясави ничего трогать. Надо было отдельно город построить. Пусть будет расстояние 10 километров или 15 километров. Вот развлекательное. Вот тебе транспорт. Вот тебе автобусы ходят. Пожалуйста, днем в 10 часов утра посмотри святыню. Преклонись Ахмеду Ясави. Вернись обратно в караван-сарай. А вечером, пожалуйста, празднуй. Мелкие салюты стреляй давай, плескайся в воде, то, что Шукеев построил там, водные каналы, как в Амстердаме. Вот каким образом надо было построить. А так они окружили. Вот тут вот мавзолея Ахмед Ясави построили современное здание. А это для молодых туристов особенно покажется как старинный сарай. Все. Сарайчик маленький. Но так же разве делается? Вот комплекс Ахмеда Ясави. Вот в этой стороне. Интервал там 7-8 километров. Построй караван-сарай. Развлекайся, пожалуйста. Светомузыку пускай. Танцуй. Что хоть что и делать, то, что цивилизованный мир делает. Ну, в отдалении от этого комплекса надо было это все сделать. Это ошибка. Ни в коем случае нельзя вот таким образом дальше развивать. Вот надо посмотреть. Остановить нужно. Надо начать другой комплекс. Как это так? Это же, ну, моральное осквернение имени Ахмеда Ясави, других ханов, других биев. Там похоронены святые люди. Это святыня особенно для казаков и для тюркского мира. Спасибо вам за интервью. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok